Вот так примерно современная картинка главного пояса 2 до 3 выглядит. Их там почти 10 четвертых штук на данный момент известных. Находятся они между Марсом и Юпитером, но поскольку орбита Марса это 1,4 астрономические единицы, а орбита Юпитера 5,5, то есть щель довольно существенная, то и понимать это надо как достаточно широкое галло, а не как узкое колечко. Что мы здесь видим? Мы видим главный пояс и еще два таких больших семейства, их называют греками и троянцами, иногда просто троянцами, которые находятся вот вблизи точек вибрации лакранжевых Юпитера, соответственно, значит, L4 и L3. Про точки калибрации надо знать, что вообще вокруг них это некие точки равновесия, где вектор силы протяжения различных тел уравновешивается. Значит, в данном случае, вот что такое, L4 и L5, вот у нас есть силы протяжения к Солнцу, есть силы протяжения к Юпитеру и есть некая, так сказать, центробежная сила, направленная наружу, если мы находимся в стиле, что-то связано с, собственно, этим астроном. Ну и для него возникает вот некое положение равновесия, в данном случае она устойчива. Есть еще точки лакранжи, которые непосредственно на прямой расположены, там L2, L1, L3. Вот здесь, значит, L1, она находится внутри, она неустойчива, если мы тело отклоняем туда или сюда, она начинает притягиваться больше либо к Солнцу либо к Юпитеру, L2 устойчива, ну и так далее. И вблизи точки вибрации всегда скапливается всякий мусор, и в данном случае, если второе тело у нас в этой задаче четырех тел массивное, такое как Юпитер, то и скапливаться могут достаточно массивные объекты. Можно сказать одно устойчивое, другое не устойчивое, там уже зависит от того, как Юпитер. То есть в обоих случаях у нас не устойчиво? Нет, ну если система Земли, ой, этот самый, Солнце, Юпитер, средняя, она всегда будет неустойчива. Как бы там, по астрофизике вспомню перетекание этих областей-то межзвезд, мы рассматриваем. L1, насколько я помню, помню, неустойчиво всегда. Всегда неустойчиво. А L2 мы можем отклоняться из плоскости эклиптики не сильно, то есть там тела совершают, как правило, такие круговые движения. И, кстати, вот аппарат СОХА, например, Солнечный телескоп регионский, он как раз его повесил в L2. И он там, так сказать, вот, совершая такие движения, всегда находится на примерно равном расстоянии от Солнца. Ну, в общем, полезно знать, что есть два таких больших семейства и большой, достаточно, так сказать, обширный главный пояс. То есть, естественно, распределение по размерам там достаточно широкое. Самый крупный объект в порядке 500 километров. Ну, что они собой представляют, чуть попозже вам расскажу. Ну, вот, пожалуй, самый главный факт, который надо знать про главный пояс астероидов, это наличие неустойчивых резонансов, так называемых щелей или люков, как в старой литературе слово Герц переводили русскоязычного Киркуда. Значит, действительно, если вы посмотрите на распределение больших полуосей, то увидите там вот такие провалы, которые соответствуют невысоким резонансам орбиты Юпитера. Вот, собственно, вот он весь главный пояс, начиная где-то от двух астероидов до трех с половиной, там дальше до Юпитера почти ничего у нас нет. Тоже по понятной причине, потому что все, что ближе, достаточно большой вероятности падает на Юпитер. Ну, а здесь у нас вот эти вот резонансы. Вообще, про происхождение главного пояса было много всяких легенд. Вот магическая планета Фаидон, которая якобы развалилась и из которой, значит, образовался главный пояс, долгое время считалась вполне серьезной, дискутировалась как причина происхождения этого главного пояса. Дело в том, что вот на главном поясе у нас нарушается закон птицы Усабады, если вы слышали дело, да, там, алгоритмическая зависимость. И вот по натуральному ряду там, так сказать, действительно дырка. Ну и вплоть до, там, я не знаю, последних, может быть, девяностых годов я видел всякие, так сказать, попытки там на разных конференциях как-то этот закон интерпретировать и что-то там, так сказать, из мыслей про планету Фаидон. Вот. В Икарусе даже в одно время в редакционном стейтнете было написано, что журнал не публикует в интерпретации закона птицы Усабады. Вот. Вот. Но здесь, пожалуй, причиной является не то, что какая-то планета была потом, развалилась, а в том, что наличие Юпитера не позволило здесь, в этой области, собраться в протопланете, как в области планет земной группы. Потому что его гравитационное влияние, оно действительно слишком сильное, и оно влияет на распределение орбит вот всех термовых тел планеты Земали, которые здесь находятся, из которых сборка такой планеты, в принципе, могла бы осуществиться. Но при этом, значит, следует понимать, что если вы возьмете вот всю массу астероидов главного пояса, то ее не хватит даже на более-менее приличную, так сказать, планету земной группы. Все-таки, там, даже если 10 тысяч объектов, где-нибудь там каждый пол, там, есть 16-17 грамм, все равно это будет существенно меньше, чем масса Земли. Ну, вот про эти резонансы, значит. При этом есть и пики достаточно острые, то есть есть как устойчивые, так и неустойчивые резонансы. Ну, я не знаю, вам на астрофизике что-нибудь вообще про орбитальные резонансы рассказывали? Нет, про орбитальные резонансы нет. Нет, да? Ну, значит, мы еще подробно будем с вами это явление рассматривать, когда, вот, перейдем к дальним планетам, и будем рассматривать их систему колец. Значит, смысл в том, что, значит, есть так называемая ограниченная задача трех тел, когда у нас есть большая масса, значит, Солнца, движение, которое мы не рассматриваем, считаем, что она неподвижна в нашей системе отсчета, есть масса планеты и есть масса какого-то пробного тела. И вот в этой ограниченной задаче трех тел оказывается, что движение планеты и движение пробного тела, они связаны, и орбита пробного тела может мигрировать при каких-то достаточно простых соотношениях. Если мы, значит, у нас Т планеты и Т пробного тела, этот тест, относятся как целые числа, значит, при таких соотношениях у нас эти орбиты могут оказываться либо источними, то есть, мигрируя, орбита пробного тела сваливается на такую орбиту, либо наоборот, она выскакивает оттуда, и там тогда образуется щель. Но сейчас я попытаюсь, не вдавая сильно в теорию, это мы, наверное, отложим на рассмотрение планетных колец, я сейчас вам попытаюсь качественно объяснить. Ну вот, как бы, та же самая картинка, немножечко в более ужатом виде, где и пики хорошо видны, и провалы хорошо видны. И вот видно, что это все самые-самые простые соотношения. Видите, одна третья, одна вторая, две трети. Вот, то есть, вот две трети, это оказался устойчивый пик, это корротационный пик, корротационный, так называемый, резонанс, это как раз вот троянцы греки. Вот, а вот одна треть оказался, наоборот, неустойчивый пик. Ну, вот с чем это могло быть связано? Значит, почему одни резонансы устойчивы, другие неустойчивы? На самом деле, магических чисел нет. И устойчивость или неустойчивость того или иного резонанса связана не столько с самими соотношениями, сколько с наличием еще такого явления, как экстрензитет орбиты. Дело в том, что тела движутся не по круговым орбитам, а все-таки периодически. И вот, в зависимости от того, у нас эти резонансы попадают в фазу или в противофазу, значит, по отношению к передцентру орбиты, эти резонансы будут устойчивы или неустойчивы. Значит, ну, я попытаюсь качественно объяснить, как это получается. Вот, проще с неустойчивым начальством. Смотрите. Если у нас передцентр, то есть, наоборот, апо-центр орбиты пробного тела, то есть, когда пробное тело находится на максимальном расстоянии от Солнца, значит, совпадает по фазе с проходением планеты, то, значит, существует момент времени, когда у нас, значит, вот это пробное тело находится на минимальном расстоянии от планеты. Что при этом будет происходить? Сила протяжения планеты будет стараться минимизировать разницу скоростей между планетой и пробным телом. Значит, ну, поскольку у нас кеплерова скорость, значит, она пропорционально единица на корень из большой полоси орбитры, значит, и чем больше у нас расстояние, тем больше у нас кеплерова скорость, тем меньше у нас кеплерова скорость, значит, планета, в данном случае Юпитер, будет тормозить пробное тело на вот это, при прохождении вот этого минимального расстояния. Значит, и если они находятся в резонансе, то вот такая ситуация, она будет происходить постоянно, периодически, то есть, при каждом обороте пробного тела, вот оно вернулось, точнее, планета вернулась в свое положение, у нас там два раза прокрутилось пробное тело, и она оказалась в той же ситуации. Значит, и поэтому это воздействие будет постоянно, и оно будет приводить к... Опускаться на центр пробного тела. Совершенно верно, оно будет происходить к потере генетической энергии пробным телом, а исходя из теорема периала, у нас потенциальная энергия средняя должна равняться средне-генетической, значит, при потере генетической энергии, у нас, естественно, пробное тело начнет падать на Солнце. Таким образом, оно постарается покинуть эту орбиту и уйти на какую-то более далекую орбиту. Вот это явление, которое еще иногда называют гравитационным отталкиванием, это вот характерное, очень для ограниченной задачи трех тел, явление, значит, ну, казалось бы, такой необычный эффект отталкивания, хотя, казалось бы, должно быть протяжение, связано как раз с тем, что мы находимся с вами вне инерциальной системы отсчета, и поэтому механика там не вполне обычная. Вот, то есть, вот механизм неустойчивости ухода с таких резонансных орбит связан именно с тем, что при, значит, вот с такой конфигурации электроцитета у нас происходит постоянное воздействие и гравитационное отталкивание. Значит, если же мы, наоборот, у нас перецентр пробного тела соответствует противофазе с планетой, да, то, наоборот, мы взаимодействуем с этой планетой, хотя, казалось бы, находимся рядом, мы находимся, взаимодействуем с этой планетой минимальное время. И поэтому вероятность уйти с этой орбиты, она, соответственно, минимальная. Вот, и в этом смысле такой резонанс оказывается устойчивым. Но это качественное объяснение, она, конечно, всей, так сказать, картины не дает, но хотя бы иллюстрирую, что, видите, это самый сильный резонанс, два к одному, и при одном и том же соотношении у нас резонанс может быть как устойчивым, так и неустойчивым. А два к одному – это обороты вокруг звезды, да? Да, совершенно верно. Это обороты, ну, в данном случае, вокруг СОЦИ, если мы рассматриваем объем-главный. Вот. Так, и то есть, получается, вот эти пики, ну, смотрите, если у нас пробное тело приближается к планете, да, ну, в том случае к Юпитеру, то оно будет изменять свою орбиту. А вот эти пустоты как раз и отвечают этим пикам, с которых пробные тела постоянно уходят, да? Ну, естественно, если оно там вдруг оказалось, то вот в силу этого эффекта оно оттуда вывалится. – Вы говорили, что при разных отношениях, собственно, может быть, как устойчивым, так и неустойчивым, да? При любом, да? Только тогда почему в поясе астероидов только неустойчив? Ну, конечно, знаете. Ну, нет, имеется в виду… Ну, да, вопрос, на самом деле, совершенно понятен, он имеет право на жизнь, вот, но, видимо, это все-таки связано с тем, что экстренитет там достаточно слабый. И расстояния достаточно большие все-таки, вот, а может быть, просто потому что тел мало, вот, но устойчивые пики, вот, видно, что они наблюдаются только, вот, скажем, где-то там, вот, один к одному, и, по-моему, здесь еще где-то было. Вот, значит, при этом, смотрите, значит, вот тут поднимался вопрос о движениях перпендикулярных плоскостей эклиптики, вот, посмотрите, как выглядит распределение двумерное, уже по, значит, орбитальным расстояниям, по большим полуосям, и по наклонениям орбит. Вот, вот, но видно, что все-таки большая часть объекта главного пояса, она сильно из плоскости эклиптики не вываливается, хотя мы видим, что все-таки эти отклонения довольно значительны для планет, не характерны. Все-таки вот пояс астероидов не лежит точно в плоскости эклиптики. И, более того, мы видим несколько семейств, которые отклоняются просто очень далеко. То есть, там, 20-25 градусов, это уже очень такие косые орбиты. И это значит, что это семейство, которое сформировалось под воздействием каких-то сильно столкновительных процессов. Если же мы посмотрим на вот троянцев, то там ведь полный вообще, так сказать, огромный резонанс, точнее, огромная ширина. Вот, и это как раз говорит о том, что вот история троянцев, она очень разнообразна. То есть, это захваченные тела, и как они туда попали, мы, так сказать, однозначно сказать не можем. А вот по более узким группам, ну, мы можем сразу сказать, да, что вот было, видим, какое-то очень сильное столкновение, которое привело к раздроблению какого-то более крупного тела, и в результате образовалась некая группа, связанная вот с близким на плане морги. То есть, там как бы есть семейство таких поколожных эклиптик, которые, по всей видимости, связаны с столкновительной историей этих астероидов. Ну, вот как они выглядят. Что это вообще такое? Есть астероиды крупные, такие как, допустим, Веста, и они похожи на планеты, то есть, сферическая форма. А более мелкие, они кривые. Ну, то же самое относится к спутникам планет, связанное это, как вы помните, с тем, что давление при определенном размере, просто гипростатическое давление превышает предел текущести породы, и начиная с определенного размера, как раз вот с нескольких сотен километров, у нас любое твердое тело становится, ну, как бы, жидкой каплей. Вот. А более мелкие тела, там, размером в десятки километров, каковы там большинство, они имеют такую очень кривую форму, связанную исключительно вот с историей их возникновения, которая, по всей видимости, содержала такие совершенно драматические столкновения. Но при этом каких-то очень крупных деталей на поверхности мы не видим. Мы, казалось бы, могли бы там ожидать, что там все в каких-то этих там торчащих обломках, а нет такого, вот, поверхность достаточно гладкая. И это, по всей видимости, связано с тем, что гравитация очень слабенькая, и каждый астероид покрыт таким очень-очень рыхлым покровом пыли. На самом деле этот покров достаточно плотно упакован в силу и адгезии, вот, молекулярных сил, и в силу электростатического взаимодействия, потому что пыль вся заряжена вакууме за счет фотоэффекта, в основном, воздействия космических лучей. И вот прям такой пушисто-рыхлой пыли там мы не увидим. То есть на первый раз садился космический аппарат, и он сел. Ну, если бы интересовались историей космической техники, то, наверное, помните знаменитую фразу Королева, о том, что Луна твердая. Ну, вот, к астероидам эти соображения и опасения, казалось бы, должны относиться в еще большей степени, но, тем не менее, вот, посадка была осуществлена, и, несмотря на вот такую очень слабую гравитацию, там есть другие силы, которые все-таки вот как-то структурируют этот гравит. Но вот на что я хотел обратить внимание. Видите, здесь есть огромный-огромный вмятик. И, тем не менее, вот эти астероиды, которые уже не являются жидкими каплями, они остались целыми телами, они не раскололись на куски. Это значит, что внутренняя структура астероидов, она тоже очень рызлая, то есть они больше похожи на мешки с песком, чем на какие-то отдельные булыжки. А на основании чего такой вывод? Вот именно на основании, в основном, внешнего вида и попыток реконструкции их ударной истории. Ну, вот здесь уже в реальном масштабе вот несколько разных астероидов. Вот Эрос, который был на предыдущей картинке, такой вытянутый, и Драна тоже, вот там, та же самая Матильда, а вот Веста. Видите? И вот на этой Весте мы видим здесь вот такую гигантскую вмятину, которая, по всей видимости, тоже представляет собой ударный бассейн, с такой выпуклой. Вот это такая горка. То есть здесь она действительно провела себя как капля, видимо проглотила, так сказать, ударник, то есть тело, которое на нее упало. Есть множество более мелких, более поздних кратеров, и тем не менее, вот приобрела какую-то более-менее сферическую форму. Вот. Значит, при этом вот вдоль экватора Веста идет такая, как бы, полоса, которая, по всей видимости, свидетельствует о том, что был какой-то ударный процесс, который ее, как бы, вот так вот смял в лепешку, уже после формирования ее. Вот. Вот тоже попытка реконструкции значит, вот этого, вот этой ударной области, ударного бассейна. Вот. Ну и попытка, значит, восстановления внутренней структуры. Значит, дело в том, что твердые тела космические принято классифицировать на первичные и дифференцированные. То есть, среди астероидов есть как первичные тела, то есть, не прошедшие процессы дифференцированных, так и обломки дифференцированных, а самые крупные из них сами дифференцированные. То есть, среди них выделено гибро, там, мантия, и, возможно, какая-то кора. Вот. И вот, в случае Весты и, возможно, других астероидов, тело сначала прошло этап дифференцированных, а потом в каком-то ударном процессе было сплющено, и вот эта структура, она может даже потерять такую концентрическую природу. То есть, вот для ряда случаев после уже, значит, формирования мантии, ядра, такой вот концентрической структуры может произойти какой-то ударный процесс, который все это расплющит, и у нас ядро может вообще выйти наружу. Вот это, по всей видимости, как раз случай Весты, когда у нас формируется по экватору такой вот поясок, и здесь выпуклая часть, которая соответствует как раз тяжелому ядру. Но это все связано, конечно, с малыми размерами и со слабой гравитацией. В более грудных телах это бы все привело к тому, чтобы все это, так сказать, опять выровняло сферическую каплю и грудную форуцер. Вот. Значит, ну, среди астероидов наблюдают немного, но есть двойные системы. Это достаточно большая редкость в главном поясе, потому что все-таки это достаточно близко к Солнцу, кеплеровые скорости большие и достаточно чистые столкновения. Но, тем не менее, двойные системы есть, и это бесценный совершенно наблюдательный материал, потому что под двойным системам мы можем оценить независимо массу этих астероидов, и, соответственно, понять, какова их плотность. И вот как раз по астероиду Евгения было понято, что плотность это чрезвычайно низкарная, а там вызовут единицы, в любом случае меньше. И исходя из того, что материал в основном силикатный, можно сделать вывод, что действительно внутри вот эти астероиды представляют собой такой очень пористый, рыхлый, структурированный материал. Вот. Ну вот благодаря последним полетам удалось с более высоким разрешением посмотреть на картинки. и действительно есть вот наряду с такими гладкими достаточно астероидами, с очень большими вмятинами, есть и вот такие, у которых поверхность более структурирована. Ну вот как мы видим она структурирована? У нее как бы налитые более мелкие тела. То есть это следы столкновения, коагуляции, когда более крупное тело, оно как бы набирает на себя множество более мелких. Вот. То есть в общем сейчас можно сделать достаточно уверенный вывод, что большая часть астероидов это такие достаточно рыхлые конгломераты. Вот. Но из чего еще можно сделать такой вывод? Из того, что вот если построить распределение значит по размерам и по скорости собственного вращения то вот картинка она будет вот какая-то примерно такая значит при этом у нас не будет вообще астероидов которые вращаются быстрее там определенного периода вот там два с половиной часа грубо говоря это минимальный период 10 оборотов за день минимальный период с которым вообще обнаружены астероиды и видите вот если мы посмотрим на это распределение то как бы к этому периоду они прямо так вот примыкают то есть такое ощущение что там какой-то пороговый процесс после которого эти астероиды либо тормозятся либо разрушаются но что это за процесс очевидно это просто центробежное разрушение если у них примутация слабая мы начнем их быстро вращать просто центробежные силы начинают разрывать опять же это говорит о том что крупные астероиды представляют собой не единые камни а конгломераты достаточно слабо связанные между собой и если мы уходим в более крупном видите там этот порог понижается потому что увеличивается радиус и соответственно момент инерции но вот редкая достаточно фотография которая интерпретируется как столкновение двух астероидов и вот такой вот шлейф пыли который с помощью давления солнечного света выбрасывается после этого столкновения надо сказать что ряд астероидов может содержать летучие которые в обычной ситуации спрятаны под покровом пыли вот этой рыбой структуры а когда он разговаривается либо сталкивается с другим то эти летучие выбрасываются наружу и образуется такой кометоподобный хвост такие явления были когда объект который считался астероидом срок начинал проявлять кометную активность это я помню лет 15 назад такие сообщения были в эволюционном поле Юпитера там разрушився объект если мы предполагаем что эти астероиды представляют собой такие рыбовые достаточно комбомераты то вообще интересно посмотреть на их оптические свойства и попробовать раз уж достаточно трудно летать попробовать вообще понять насколько мы можем узнать что-то о них из астрономических наблюдений все-таки объект достаточно массовый статистика большая которая могла бы нам помочь разобраться в природе этих объектов вот если мы посмотрим на вообще как у нас устроен устроены оптические радиационные свойства малых тел то начать наверное надо с простейшего теплового баланса но понятно что чем дальше тело от солнца тем у нас солнечный поток тем меньше будет температура поверхности ну и исходя из простейшего соотношения степана вольтсмана когда у нас солнечный поток минус от отражения приравнивается к сигмане в четвертой вот мы можем построить некое соответствие температуры и гелиоцентрического расстояния то есть расстояние до солнца ну и мы видим что значит большая часть комет она имеет температуру слегка выше чем чернотиль где-то там примерно вот на коэффициент там 1,3 1,4 вот значит вот один из так сказать спектров астероидов это спектр собственно теплового излучения он вполне неплохо аффицируется в планку скокривой значит вот здесь у нас отраженный спектр солнечного излучения вот этот кусочек а это уже спектр собственного теплового излучения вот и дальше можно сделать так сказать выводы о структуре этого астероида если мы предположим так сказать разные модели вот этого излучающего черного тела потому что в зависимости от того будет это у нас сплошной камень либо это рыхлый конгломерат у нас тепловые свойства естественно будут разные тепловая инерция будет в первую очередь очень существенно уменьшаться если это у нас рыхлый конгломерат и мы можем попытаться аффицировать вот этот спектр различными моделями ну вот здесь может быть не очень убедительно но все-таки видно что значит вот модель которая предполагает значит что поверхность покрыта пылью она несколько лучше фитирует наблюдение чем модель сплошного каменного тела сплошная каменная модель она отклоняется как в среднем эко-диапазоне так и в дальнем эко-диапазоне а рыхлая она более-менее что-то фитирует что еще раз подтверждает вывод о том что поверхность астероидов достаточно рыхлая вот но опять же значит если мы вспомним про эффективную температуру вот про простейшие соотношения Степана Гольцмана собственно вот здесь оно написано вот но для астероидов нужно делать некую поправку связанную с геометрическим фактором с тем что в отличие от планеты где мы можем взять участок через широту долготу местное время посчитать угол падения Солнца и считать первое приближение планету сферы для астероидов как правило такие вещи не получаются поэтому вот здесь у нас написан вот этот честный двойной интеграл правда тут тоже написано сферическая геометрия но как правило конечно нам нужно брать честный интеграл по поверхности вот по всей этой самой кривизной вот но тем не менее значит если у нас тепловая инерция достаточно низкая и вот если мы предположим что астероид покрыт пылью и глубина прогрева глубина прохода тепловой волны не высока мы так сказать вот просто можем это выражение значит если у нас здесь константа то мы можем значит примерно вот посчитать распределение температур по поверхности для такого бази сферического тела вот ну и опять же наблюдая с помощью спектром прогресса разлучения такие объекты как правило в обычные телескопы мы можем наблюдать либо спектр либо картинку таких вот тепловых гиперспектрометров в общем их не так-то много и обычно у нас просто не хватит сигнала для того чтобы снять качественный гиперспектр поэтому мы можем наблюдать только спектр всего объекта целиком вот но и с помощью этой простейшей формулы в принципе мы можем оценить распределение температуры по поверхности значит немножечко более тонкое наблюдение астероидов связано с наблюдением их базовых кривых когда мы наблюдаем объект под разными углами освещения Солнца уже в видимом диапазоне ближнем фракрасном спектре отраженного солнечного излучения и вот здесь для большей части астероидов мы видим довольно интересный эффект значит вот она типичная фазовая кривая значит ну грубо говоря вот по оси координат у нас коэффициент отражения в данном случае здесь в терминах звездной величины обратная шкала фактически это просто логератмическая шкала сигнала а здесь фазовый угол причем обратить внимание на шкалу оси абсцесс она имеет достаточно узкий диапазон то есть первое большое деление это всего лишь 5 градусов вот если мы посмотрим мы увидим что оказывается на очень малых углах фазы то есть когда у нас отраженное излучение приходит практически обратно к солнцу мы видим что у нас наблюдаем эффективность отражения резко повышается это так называемый пик обратного рассеивания то есть как рассеивающие тела эти астероиды ведут себя практически как зеркала они с гораздо большим коэффициентом отражения отбрасывают свет обратно в сторону источника но на самом деле это очень привычный уже эффект краски и материалы с подобными свойствами используются для дорожных знаков для дорожных покрытий вот эти водки со всякими светоотражающими уставками они как раз обладают этим свойствами но обычно как раз когда нам искусство такое мы используем эффект уголкового отражателя когда у нас определенным образом зависит от пирментикулярные зеркала организованы так что прошедший луч он сделав несколько отражений обязательно уйдет в обратном направлении но здесь у нас материал природный естественный и вот этот пик осенний характерный для астероидов он является следствием какого-то все-таки статистического эффекта и сразу возникает вопрос а можем ли мы как-то использовать этот пик обратного рассеяния для того чтобы что-то понять о природе наших объектов на самом деле что такое пик обратного рассеяния это была достаточно модная тема с ней разбирались довольно долго почему это вдруг в случайной неоднородной среде которая должна все рассеивать у нас возникают какие-то узкие пики вот ну и значит первое как бы предположение оно состояло в том что это у нас просто так сказать вот эта случайная неоднородная среда она значит что случайно неоднородная среда она как бы просто затеняет то есть я попытаюсь сейчас нарисовать просто если у нас есть какие-то значит там вот какая-то структура в этой случайно неоднородной среде вот вот я осветил вот луч меня прошел если он отклонился куда-то то скорее всего он уже обратно не выйдет поэтому проще всего ему найти какую-то отражающую поверхность и выйти наружу потому что любые отклоненные лучи они начинают блуждать по очень длинной траектории и обратно не выходят вот первая такая была чисто геометрическая интерпретация но на самом деле она не прошла не прошла просто чисто количественных соображений потому что вот таких вот вероятность найти зеркальное отражение она тоже оказывается очень невелика и главное что ширина пика оказывается намного шире чем наблюдаем пик действительно реально очень узкий вот и поэтому сейчас все-таки доминирует дифракционная теория точнее интерфракционная которая гласит примерно следующее что вот если у меня падает значит под каким-то углом вот дальше он как-то блуждает 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 и выходит соответственно где-то наружу под каким-то углом вот соответственно в эту точку откуда он вышел тоже может попасть какой-то луч тоже как-то поблуждать и тоже соответственно выйти наружу каким-то углом вот и оказывается что если эти пути совпадают то интерференция между различными падающими лучами она будет приводить ну поскольку там точно совпадают оптические пути то интерференция будет так называем конструктивной то есть она приводит к усилению сигналов если же эти пути будут различными при различных углах рассеяния то соответственно вот такого интерференционного усиления уже не будет вот но и это приводит к тому что в среднем значит в два раза у меня при точном совпадении оптических путей то есть при точном рассеянии в обратном направлении в два раза у меня по идее должен усилиться поле ну вот это такая качественная интерпретация а на самом деле конечно расчет обратного рассеяния в астероидах он требует количественного расчета с учетом того что размер неоднородностей в этой случайно неоднородной среде он может быть порядка или меньше длины волны то есть рассчитывать эти лучшие стокиметрические тоже на самом деле смысла большого нет и вот здесь это тоже большой на самом деле пласт теоретических исследований который привел к разработке некого аппарата в нем огромную роль сыграл Михаил Мищенко выпуск книг физтеха по-моему Факим заканчивал лет 30-40 назад такой исключительно продуктивный ученый украинского происхождения вот очень рекомендую его сайт там гигантское количество материала на русском языке на английском там даже не поленился приехать защитить докторскую сапрацию на русском языке большой молодец вот и в том числе он оплатил гигантское количество всяких кодов предназначенных для расчета всевозможных типов россии значит ну вот если вам нужно посчитать рассеяние в какой-то случайной неоднородной среде вот допустим рассеяние вот поверхности астероидов ну что вы будете делать самое первое самое очевидное это просто значит посчитать классическую задачу рассеяния учитывая там некое распределение этих рассеивателей по размеру вы можете теорию не брать за основу можете геометрическую теорию брать за основу но в любом случае вы будете решать уравнение переноса излучения с учетом рассеяния ну вот по теории переноса излучения мы с вами в прошлом семестре прошлись достаточно подробно если помните там значит у нас играл есть ну точнее играл по телесным углам уравнение простое но тем не менее там в каких-то случаях однородной среды решение его можно упростить и вот уменьшим опять же есть код который решает уравнение аборцумена но при этом вы должны помнить что в приближении рассеяния у нас считается что каждый рассеиватель формирует некую плоскую волну на бесконечности то есть мы считаем что расстояние между рассеивателем много больше длины волны и много больше размеров самого рассеивателя очевидно что это предположение в случае плотно упакованной конденсированной среды не работают у нас рассеиватели они находятся непосредственно в контакте друг с другом поэтому вот эти вещи эти коды и конечно можно употреблять и нужно употреблять но кстати эффект пикообразного рассеяния они дают потому что то же самое многократное рассеяние будет давать вам положительную интерференцию но в целом конечно для интерпретации наблюдений такие расчеты не годятся нужны расчеты более точные вот и здесь мы сталкиваемся с тем что на самом деле возможности наши предельно ограничены вот если нам нужно посчитать вот такую вот плотно упакованную сплошную среду да еще и с учетом динферационных эффектов то мы наталкиваемся на почти непробиваемую расчетную задачу значит здесь есть несколько подходов несколько методов которые получили развитие в последние годы в связи с всякими эффектами с развития нано-плазмоники тоники оптики ближнего поля и так далее на самом деле есть два основных ведущих метода но один называется FDTB переводится как Final Difference Time Domain то есть это если переводить то это просто решение неких уравнений на сетке во время то есть вы грубо говоря решаете уравнение Максвелла там как-то разбив на сетку вашу неоднородную среду и просто честно считаете прохождение электромагнитной волны по такой среде вот ну сами понимаете что если у вас объем среды которую вы хотите посчитать много больше длины волны и он сильно неоднороден по своей структуре то размер сетки тоже будет совершенно гигантский потому что по каждой координате нужно будет на каждую длину волны накопить несколько узлов сетки иначе все будет бессмысленно и кроме того шаг по времени тоже должен быть там меньше чем период колебания световой волны то есть просчитать такую задачу для сколько нибудь значимого времени и значимого объема пространства но никаких ресурсов у вас никогда не хватит хотя для ряда случаев этот метод оказывается единственным возможным и такие коды есть их можно скачивать смотреть использовать но это как бы вот что называется оружие последнего шанса если вы ничего не можете сделать но тогда решайте методом HDD есть подход компромиссный более практичный так называемое приближение дискретных дефолий или DDD дефолий по approximation значит чем они отличаются если бы еще не совсем забыли электродинамику и вспомнить как происходит излучение световой волны а потом еще вспомнить квантовую механику как у нас на вероятности звучательных переходов рассчитывается то вы помните что мы всегда умножаем волновую функцию на оператор дипольного момента да зачем потому что мы считаем что наиболее сильным взаимодействием вещества и электромагнитного поля будет взаимодействие в дипольном приближении если диполя нет тогда мы начинаем на высшем диполе считать но как правило эти диполи есть всегда и вот в случае случайно неоднородной среды мы можем разбить нашу среду на большое количество маленьких дипольчиков которые поляризуются падающей электромагнитной волной как-то переизлучают и соответственно модифицируют эту волну то есть мы считаем что наша среда состоит из большого количества дискретных антенн из этих антенн мы формулируем нашу среду в данном случае есть разные подходы мы можем взять каждый шарик если у нас это просто песок и нарисовать здесь много многих полщиков в виде сферы в принципе можно сделать и так это будет тоже более честный подход хотя в сумме у нас этих дипольчиков если объем среды более-менее приличный тоже может нарисоваться очень-очень большой понятно что расстояние между диполями опять же должно быть не больше чем длинного как правило не но если у нас среда совсем из мелко структурированного материала состоит и длина волны лямбда больше чем характерный размер неоднородности то мы имеем в общем-то полное право каждую такую неоднородность заменить на соответствующий дипольчик соответственно дипольный момент у нас просто будут разные которые будут соответствовать масштажу той или иной неоднородности и дальше наша задача просто промоделировать совокупное поведение вот этих антенн как поляризация и переизлучение вот и вот есть тоже несколько кодов которые решают задачу метода для практического использования я бы рекомендовал значит код который называется АДД значит АДД это слово Амстердам код автором кода является некий значит Максим Юрченко если не ошибаюсь Юркин Юркин который на тот момент работал в Амстердамском инвестете пилотехнологии сейчас он в Россию в Томске работает но в свое время этот код прогремел можно сказать и фирменовое сообщество им пользовалось как на тот момент лучше я не знаю что сделано с тех пор и продолжаю рекомендовать его как полнопрактичный и прошедший очень хорошее тестирование единственное его неудобство но это как бы субъективно лично для меня он написан на си хотя легко стыкуется с фирменовской палочкой но решив задачу метода дискретного детполе вы все равно всегда ограничены в объеме вашей среды вы никогда не сможете посчитать объем даже в несколько миллиметров потому что вы можете 20-50 микрон может быть просто потому что у вас задача ограничена длиной волны а бывает так что особенно если речь идет в достаточно прозрачной среде но в случае астероидов это может быть не так актуально в случае комет это более актуально у вас глубина проникновения световой волны может быть существенно больше чем длина волны и существенно больше чем характерный размер неоднородности что делать тогда ну вот тогда я бы рекомендовал так вы решаете задачу честно честно дефракционную задачу для какого-то маленького ограниченного объема среды рассчитываете общие свойства этого объема как рассеивателя а дальше просто решаете классическую задачу переноса излучения с рассеянием уже охарактеризовав среду соответствующим рассеивающим свойствам то есть с одной стороны здесь есть некое лукавство потому что вы полагаете что различные элементы вашей среды они связаны друг с другом в приближении рассеяния то есть на каждый элементарный объем среды падает плоская волна и это безусловно неправда потому что у нас здесь плотно упакованная среда и работает ближнее поле но с другой стороны свойства рассеяния вы посчитали уже с учетом эффекта ближнего поля поэтому в принципе этот подход вполне приемлемый если у вас просто не хватает технических ресурсов и вам нужно просчитать глубокое проникновение излучения куда-то в эту среду ну и наконец есть если у вас размер неоднородности очень большой сильно больше длинной волны вы в какой-то момент можете пренебречь ближним полем и просто посчитать чисто геометрическое рассеяние но при этом с учетом френалинской дифракции вот такие задачи они носят название класс задач носит название ray tracing значит это классическая геометрическая оптика когда вы методом монте-карло моделируете прохождение луча каждый лучшим не прямой он рефрагирует вот и здесь вы конечно можете просчитать на очень большое расстояние на очень большой объем вот задача ray tracing как вы догадываетесь она очень органично ложится на видеокарточке поскольку мы собственно говоря видеокарточкой для этого и придумали чтобы такого рода задачи решили вот такие коды тоже есть они тоже так сказать находятся все в открытом доступе и в общем если необходимо разобраться с такой задачей то это можно все делать то есть тут особенных чудес в общем-то нет но тем не менее вот я попытался вам эту внутреннюю кухню показать для того чтобы вы понимали что на самом деле расчет оптических свойств твердых тел твердых поверхностей это в общем-то более сложное задачи техническая чем расчет оптических свойств атмосферы на силу того что здесь мы сталкиваемся с плотно упакованной средой с оптикой движенного поля с дифракционными эффектами и часто с нано-масштабами от которых мы не можем астракт обстрагироваться что тем не менее мы имеем на практике мы имеем достаточно обширный объем наблюдений иногда мы наблюдаем этот пик обратного рассеяния как здесь иногда его практически не видно но кроме коэффициента отражения кроме виденого блеска астероидов у нас есть еще такой очень важный и очень чувствительный к рассеиванию эффект как поляризация но почему поляризация чувствительно красивая если вы опять же вспомните электродинамику то наверное помните что при падении излучения на поверхность допустим у меня есть какая-то плоскость она нападает волновой электрокан и вот в зависимости у меня вектор электрического поля направлен к плоскости или значит нормален к плоскости отражения у меня коэффициент отражения будет разным ну понятно потому что по-разному будет поляризован вещество в России поэтому однократно поляризован если у меня изначально поляризация была естественная мазотропная то после отражения однократного у меня уже поляризация будет какая-то значит анисатур и по этому признаку всегда выделяют однократно рассеянное излучение если у меня в атмосфере я вижу что излучение поляризованное я сразу могу сделать вывод что это вклад однократного рассеяния если рассеяние многократно при каждом отражении у меня статистически будет произвольно переориентироваться вот это предпочтительное наклонение направление рано или поздно опять все изотравизуется если рассеяние однократно у меня вот это предпочтительное направление обязательно вывезет наблюдая малые тела астрономы довольно давно разработали такую методику как измерение кривых поляризаций что это за кривой это степень угол поляризации в зависимости опять же от фазового угла и империка здесь такая что если фазовый угол там больше где-то 20-25 градусов то поляризация положительная если мы подходим к малым углам к обратному рассеянию то здесь у нас при нормальном падении понятно что у нас никакой поляризации не будет потому что вектор не будет совершенно одновремен а вот при малых углах у нас всегда возникает вот такая вот отрицательная поляризация и по глубине этой ветви тоже можно сделать вывод о микроструктуре поверхности нашего астероида вот ну вот здесь на самом деле эмпирический материал достаточно беден не так много лабораторий в мире вообще этим занимались потому что ну вот посчитать эти эффекты честно даже с учетом вот всей той кухни которую я вам сейчас рассказал возможно практически не представляется потому что здесь действительно нужно решать честную задачу переноса излучения при том что вот обычно уравнение переноса уже не работает просчитать это по приближению даже дипольным не хватает вычислительных ресурсов поэтому здесь большая нагрузка больше вложится скорее на какие-то измерения вот опять же пока это еще было возможно украинские коллеги проводили подобные измерения на различных искусственных аналогов в том числе на стеклах а стекла почему они здесь интересны потому что при ударном поддействии на силикаты как раз образуются так называемые ударные стекла они не выглядят как прозрачные на самом деле выглядят как серый песчаник тем не менее это аморфные телосаморфные кристаллические структуры силикаты всевозможные и вот по ним тоже были сделаны различные измерения которые значит в данном случае это зависимость как раз вот это отклонение глубины пика отрицательной ветки поляризации и угла поляризации от характерного размера этой структуры мы видим что чем у нас мельче структура материала тем глубина значит вот этого пика обратной ветви она больше вот это эффект который работает при совсем микро структурированных материалах вот но опять же вот значит это попытка связать значит эффект поляризации с шириной пика обратного рассея значит здесь опять же чем хуже и больше амплитуды пика обратного рассеяния тем больше отрицательной поляризации вот но оптика это на самом деле конечно очень мощный метод который позволяет нам разобраться в микроструктуре поверхности тех тел куда достаточно сложно или просто дорого или не целесообразно летать вот но есть и другие диапазоны которые позволяют нам достаточно точно оценить геометрию не анализируя картинки значит картинки тоже на самом деле не такое простое дело как может показаться потому что тела эти очень мелкие это там десятки километров находятся они достаточно далеко от нас и с наземных телескопов уж разрешить большую часть астероидов не представляется никакой возможности вот и даже с орбитальных телескопов типа Хаббла значит при дифференционном разрешении порядка одной десятой секунды все равно там 10 километров мы на этом расстоянии несколько астрономических единиц можем не увидеть и тогда приходят на помощь методы радиофизические которые позволяют при фазочетительном приеме оценить геометрию объекта не разрешая его картинку значит как это делается ну мы знаем что астероиды у нас все вращаются и если мы осветим астероид радарным лучом то рассеянный сигнал будет содержать в себе доплеровский сдвиг но поскольку астероид имеет какую-то кривую форму то различные участки его поверхности дадут нам различные доплеровские сдвиги и соответственно если мы его осветим анахроматическим сигналом то то что мы примем отраженный сигнал будет содержать некое распределение по спектру которое мы можем интерпретировать как распределение по площадям рассеивающих поверхностей и вот так выглядят довольно типичные спектры радарного эха то есть радарного сигнала астероида при том что освещаем мы его анахроматическим сигналом значит ну здесь шкала абсцисс она условная я думаю что это у нас килогерц скорее всего могу ошибаться но важен здесь сам факт самоконфигурации этих спектров видно насколько они выглядят хаотично хотя на самом деле это не шум это просто вот такое доплеровское искажение радарного сигнала вот и современные методы решения обратных задач позволяют на самом деле вот анализируя вот этот как бы квазихаотический спектр и что-то зная о вращении предполагая что объект у нас вращается как твердое тело позволяет реконструировать его 3d флор вот но вот здесь как раз сравнение реконструированной картинки и картинки оптической видите оптическая картинка она качества невысокого то есть тут максимум где-то 15 пикселей вылезает объект то есть тут дифракционные эффекты они в радиодиапазоне позволяют получать более высотую качество картинок чем оптика вот и здесь на самом деле мы обладаем очень широкими возможностями прозвонить очень большой диапазон большой спектр этих самых астероги но географ это не объект главного пояса значит это объект так называемых астероидов приближающихся к земле класс значит они называются температура Е А Фо покажется про очень фо они интересны в первую очередь тем что связаны с проблемой астероидной опасности есть некий класс астероидов которые просто орбиты которые достаточно близки к орбите земли но в каком смысле можно считать что они находятся в коррекционном резонансе связаны к одному с землей и для нас они важны в первую очередь в том смысле что существует ненулевая вероятность хотя ничтожно малая что рано или поздно их орбиты пересекут землю и тогда это приведет к гигантской катастрофе поэтому за большей частью таких астероидов следят даже в Роскосмосе крутилось на определенных предварительных этапах крутился проект миссии к астероиду Апофис с установкой какого-то радио мячка так по-моему это все после кризиса было порезано на иголке но тем не менее люди об этом совершенно серьезно думали у нас в стране ведущий коллектив по проблеме астероидной опасности это безусловно институт астрономии там есть очень классные специалисты которые всем этим занимаются ну и вот в рамках этой кампании по астероидной опасности в частности и исследовался астероид географ ну что здесь интересно интересно такая гантелеобразная форма она вообще очень характерна для малых тел в том числе для комет если помнить картину черного версимека не только этой кометы вообще такая гантелеобразная форма она для очень многих малых тел характерна и как раз свидетельствует о том что эти тела представляют собой все-таки не единые какие-то камни а конгломераты конгломераты сложнее в атмосфере сгореть или нет причем твердому телу конгломерату конечно же в атмосфере сгореть проще конечно потому что если у нас падает твердое тело в атмосферу допустим обломок горной породы то он будет а уж тем более если речь идет о узком металла если это обломок ядра какой-то планеты то он будет сублимировать по поверхности и пока весь не спарится вот он будет представлять собой твердое тело если это конгломерат то скорее всего он разогреется и просто развалится на куски достаточно быстро а потом каждый сам себе этот кусок он имеет гораздо более уязвим а он не начнет переплавляться в твердую породу нет потому что будет гигантская дегазация достижения газа я думаю что реактивная сила этого газа существенно превысит смачиваемость расплава и вот современная интерпретация тенгузского метеорита она такая что это достаточно банальный астероид размером даже не астероид а метеорное тело размером примерно 25 метров если предположить что это конгломерат то он действительно взрывается на высоте несколько десятков километров и производит поражение на обширной площади но примерно то же самое произошло с челябинским чабаргузским метеоритом он тоже взорвался на большой высоте несмотря на то что энергия гигантская там сравнение с термоиденовым зарядом то что это все падает на достаточно большую площадь но в каком смысле делает их более безопасно ну а значит если говорить о уже совсем мелкой структуре то здесь пожалуй у нас есть сейчас единственные данные именно по стероиду на который садился аппарат не американский вот здесь это действительно такой очень рыхлый регалит несмотря на то что действительно можно сесть при этой слабой гравитации и видите вот на нем лежит много всяких мелких обломок которые просто собраны из окружающего космического пространства вот так примерно выглядит современная концепция нелетучих малых тел Солнечной системы то есть это все-таки рызлые глумераты и их предыстория она чрезвычайно драматична то есть каждый астероид он пережил за свою жизнь большое количество очень серьезных столкновений и возможно они обменивались обменивались материалами друг с другом и вот то во что они слепились это представляет собой их сантименный вид это не современные астероиды не являются какими-то реликтовыми объектами которые сохранились с первых днём раздания это очень важный факт который нам необходимо принимать внимание если мы хотим найти в Солнечной системе действительно свидетелей каких-то самых ранних моментов жизни Солнечной системы то нам надо идти куда-то на далекую периферию в облакоорта и по счастью в облакоорта периодически к нам попадают кометы которые живут недолго но пока они рядом с нами мы можем достаточно подробно изучить первичный материал сами астероиды это уже далеко не первичный материал Солнечной системы вот на этом наверное я сегодняшний обзор закончу вот и в следующий раз мы с вами переходим в такой совершенно новый отдельный мир мир планет гигантов это мир низких температур там совершенно другая химия потому что вот здесь у нас с вами кислорода много вообще есть много окислителей всевозможных а окислять практически нечего значит весь водород он связан воду в области планет гигантов ситуация меняется на противоположную там тоже много воды но вода там проявляет свойства горной породы всего низких температур но там очень много водорода и кислорода не хватает на то чтобы окислить весь этот водород наоборот уже весь кислород связывается воду поэтому там например очень мало кислого газа избыток водорода приводит к возникновению самых причудливых соединений в том числе органических мы можем наблюдать действительно очень богатую органическую химию которая во многом имеет прямое отношение к каким-то процессам биологическим вот ну и кроме того область планет гигантов это чрезвычайно интересная еще и набор задач небесной механики именно потому что это очень массивные тела которые образуют мощные сложные системы спутников и планет колец но вот в следующий раз про Юпитер подробно расскажите пожалуйста у кого вероятность столкнуться в следующий раз субтитры 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 субтитры